Начнем доказательства теоремы Дерехле о простых числах в арифметической прогрессии. Теорема Дерехле утверждает, что если у нас есть любое натуральное число n и взаимно простое с ним целое число a, то существует бесконечно много простых чисел, которые сравнимы с a по модулю n. Но мы сначала займемся случаем, когда n – простое число. Тогда нужно чуть-чуть проще рассказывать, а главное – удастся показать, как использовать сумму Гаусса. И просто что-то потренируемся на случай простого числа сначала. Нам потребуется функция натурального логарифма. Напомню, что по определению натуральным логарифмом любого положительного числа называют интеграл от единицы до этого числа до х с делить на х. Вообще, если у вас есть необязательно вещественное число, то логарифм – это вот что я говорю. Надо взять на кубикской плоскости путь от единицы до этой точки и проинтегрировать функцию 1, z. Но сейчас нам нужна всего лишь такая картинка – вещественное число а. Более того, давайте считать сейчас, что а по модулю меньше единицы. Тогда натуральный логарифм числа 1 плюс а – это интеграл от единицы до 1 плюс а, dx разделить на x. То есть площадь под гиперпулой и между вот этими вертикальными примерами. Разумеется, если это число меньше единицы, то площадь берем со знаком минус, то есть интеграл записывается ровно так же. А в таком случае, как положено всегда у интегралов, будет играться площадь с минусом. А если а равно нулю, то, естественно, по определению будет ноль. Так вот, то есть это и есть интеграл от нуля до а, dy разделить на 1 плюс y, а единица, деленная на 1 плюс y – это сумма вот такой вот бесконечно бывающей теоретической профессии. Можно, разумеется, приинтегрировать каждое слагаемое, и получается замечательная формула. Получается замечательная формула. На самом деле она верна и в случае, когда а равно минус единице. К обратному числу, то получается натуральный логарифм единицы, деленный на 1 минус а, это вот такой вот ряд. А в степени n разделить на n. Подставим вместо а число минус 1. Получим вот эту знаменитую штуку. Почему это верно? Во-первых, это можно понять следующим образом. Будем стремить а по тем числам, для которых мы точно знаем, что это верно. То есть в качестве а будем брать число чуть-чуть по модулю все-таки меньше единицы. Да, и вот а будет стремиться к минус единице. И тогда, почему у нас все будет хорошо с исходимостью? Потому что здесь ряд. Знак переменной, и эти числа бывающие. Поэтому ошибка всегда не превосходит очередного члена ряда. Мы все время прибавляем, уменьшаем, прибавляем, уменьшаем. И таким образом ошибка не больше, чем очередной член ряда. Вот. Это то, что обязательно надо нам знать про логамифм. Вот это замечательная формула. Теперь, что нам нужно знать про функцию, которую ввел в математику Леонард Гейлер. Так называемая цитофункция Риммана. Вот написано, что это такое. Это единица, деленная на 1 в степени s. То есть единица, деленная на 2 в степени s. И так далее, и так далее, и так далее. Вот такая вот сумма чисел беда 1, беда 1 в степени s. Смотрите, если s равно 1, то это знаменитый лимонический ряд. 1 плюс 1 вторая, плюс 1 треть, плюс 1 четверть и так далее. И, разумеется, этот ряд расходится. Почему он расходится? Потому что нужно группировать, смотрите, как. Вот 1 треть плюс 1 четверть, это больше, чем 2 четверти. Дальше пойдет 1 пятая, 1 шестая, 1 седьмая, 1 восьмая. Это больше, чем 4 восьмых. Ну и так далее. Вот так вот будем группировать. 2 числа, потом 4, потом 8, потом 16, и так далее. И в каждой скобке сумма будет больше, чем 1 вторая. Почему, если s больше единицы, то ряд обязательно сходится. Ну, одно из объяснений, требующее, правда, понимания, что такое интеграл, написано вот здесь. Нет, понимаете, это нужно и гораздо проще, и я даже расскажу, как проще. Но давайте сначала, что значит, прорвемся через это. Смотрите, вот 2 минус 1, это 1, 3 минус 2, это 1, 4 минус 3, и так далее. Дальше это все у нас положительно излагаемое, поэтому вот такой ряд, конечно, равен. И теперь запишем каждый раз, вынесем вот эту двойку, тройку, как n умножить на разность. 1, деленная на n в степени s, минус 1, деленная на n плюс 1 в степени s. А вот это разность значений функции x в степени минус s. Поэтому это на самом деле интеграл от нее производный. Ошибка производная от функции x в степени минус s. Это минус s, x в степени минус s минус 1. Поэтому, если вы вспомните формулу минус на леднице, верно, вот такое равенство. Замечательно. Замечательно. А вот давайте теперь это n напишем, как целая часть числа x. Недолго осталось, почти все уже сделали. Еще раз посмотрите на эти формулы, они совсем не сложные. Мы потихонечку преобразуем функцию дзита. И вот уже под интегралом там возникла целая часть. Сейчас мы эту целую часть запишем как разность между числом и его дробной частью. Вместо целой части написали x минус дробной частью. И отдельно, без всяких дробных частей, отдельно с дробной частью. Этот интеграл мы умеем считать. Потому что это просто интеграл из функции x в степени минус s. У нее, например, бог знает, это x в степени минус s на плюс 1, деленное на 1 минус s. Таким образом, дзиту от s, это s разделить на s минус 1, минус вот такое выражение. Но заметьте, пожалуйста, это выражение сходится для любого положительного числа s. Не только, когда s больше единицы, но и, когда s любое положительное число. Таким образом, вот эта вот функция, легко понять, это непрерывная функция, определенная для всех положительных чисел s. А вот эта функция, разумеется, разрывная. И, конечно, вот эта формула имеет смысл только, когда s больше единицы, потому что иначе просто там ряд не сходится. Но, вот эти выражения имеют смысл только, когда s больше единицы. s не равен по единице и больше нуля. То есть, если у нас здесь только числа s больше единицы, то мы понимаем, при стремлении к единице справа, вот это выражение стремится к бесконечности. Если вам все-таки не очень понравилась вот эта вот выкладка с таким вот немножко вычерканным представлением, с интегралами, есть способ, мне кажется, попроще. Есть способ попроще. Вот смотрите, там всего две строчки. Для любого натурального числа n интеграл от n до n плюс 1 dt в зеренье на t в стекле с это убывающая функция, поэтому это меньше, чем вот по отрезку 2 на 1 интеграл, меньше, чем значение в точке n и больше, чем значение в точке n плюс 1. Замечательно. Суммируя по всему натуральному числу. Здесь у нас получается z от s, а здесь получается z от s минус 1, потому что в виде n плюс 1 ставим мы все натуральные числа, кроме единицы. А здесь у нас просто все натуральные числа. Ну, замечательно. Смотрите, единица, деленная на x минус 1, меньше, чем z от s. Это вот левая нервная. Отлично. Теперь, наоборот, смотрим сюда. Сюда. И обнаруживаем, что это в точности вот эта единица. Почему? Потому что когда единицу переносишь, то 1 разделить на 1 плюс 1 плюс 1 это будет s разделить на s минус 1. Когда перенести единицу, то получили здесь s разделить на s минус 1. Ну, соответственно, умножить на 1 минус 1 получили, что меньше s. Вот. И если вы обе части разделите на s минус 1, то обнаруживаете, что z от s стремится к бесконечности. И вот, собственно, важно понимать, как стремиться к бесконечности. Следующая важная идея, так называемое эйлеровское произведение. Смотрите. Если вы для каждого простого числа p напишите такую бесконечную сумму. 1 плюс 1, деленная на p в степени s, плюс 1, деленная на p в степени 2s, плюс 1, деленная на p в степени 3s, и так далее, и так далее, и так далее. И все эти скобки перемножить. Легко понять, что по основной теореме арифметики, то есть то, что любое число однозначно раскладывается на простые множители, это в точности будет dz от s. У нас s больше единицы, поэтому ряд для dz сходится, значит, что-то все хорошо. И, соответственно, мы можем при s больше единицы прологарифмировать. Что у нас получится? Логарифм произведения равен сумме логарифмов. Для каждого из логарифмов у нас, как помните, было разложение в ряд. Натуральный логарифм единицы, деленный на 1 минус а, это сумма по всем натуральным n, а в степени n разделить на n. Так вот, роль а играет число p в степени минус s. Поэтому мы получаем замечательную формулу. Вот она. Сумма, взятая по всем простым числам p, где каждая слагаемая – это бесконечный ряд. Вот он. Вот такой бесконечный ряд. Сразу заметьте, если здесь суммировать не от единицы, а от двойки, то неожиданным образом никакой бесконечности не получишь. То есть мы знаем, что вот эта величина стремится в бесконечность, когда s стремится к единице. Ну, то есть, s остается больше единицы, стремится к единице. Значит, натуральный логарифм стремится к бесконечности. Но, если вы отбросите слагаемое, когда n равно единице, то смотрите, что получается. Даже вот здесь вот забываем про это n, просто пишем, да, и вместо s пишем единицу. У нас получаются квадраты и более высокие степени простых числов знаменательных. Если в каждом таком ряде вынести негатив деление на b квадрат, получается диаметическая прогрессия. Ее сумма это b по минус первых. И значит, у нас здесь получается взятый по всем простым числам. Вот такой вот ряд. Но, если взять по всем натуральным числам, начиная с двойки, то, как известно, здесь можно разложить 1 по минус первой минус 1 бета, и даже если просуммировать по всем натуральным числам, получится единица. Ну, а по простым, конечно, меньше. Смотрите, вот, вроде бы мы почти еще ничего не сделали, но мы уже получили замечательную теорему. Не имеет прямого, конечно, отношения, потому что мы хотим к теорему Дерефле, но сама по себе замечательная. Оказывается, при стремлении s к единице основной вклад дают те слабляемые, где n равно единице. Значит, ряд такой вот расходится. Потому что иначе не стремился бы к бесконечности, когда s стремились к единице. Ну, подумаем, что поточнее скажем, как именно он расходится. Это, в общем, надо просто чуть-чуть точнее прицепить формулы. Но, посмотрите, какая наша сейчас цель? Доказать, что не просто такой он расходится, а расходится ряд, взятый по вот таким числам. p сравнимо с a по моду q, где q простое число, ну, потом будет любое, но сейчас простое. q некоторое фиксированное простое число, а некоторое целое число, не делящееся на q. То есть, мы берем часть этого ряда, ну, и ясно, что сейчас мы будем делать. Будем вырезать, что называется, эту часть при помощи функций, которые называют характером. Что такое характер по модулю q? У нас пока q простое число, хотя это, в общем, не так важно, потому что и по любому правильному модулю можно определить, что такое характер. 0. Если число делится на q, а вот если не делится, то конструкция такая гибра. Надо взять первообразный корень в вычетных по модулю q. Нет, это же первообразный корень. Любое не делящееся на q число сравнимо с какой-то там степенью числа g. Надо взять число омега, первообразный корень в степени q-1, это же комплексное число, косинус 2 переразделить на q-1, плюс и синус 2 переразделить на q-1. И значением характера называют омега в степени k-1. Ну, с первого раза окажется, что такое достаточно страшное отделение. Давайте посмотрим на этот пример. Если q равно 2, то вообще все легко. Это 0 для четных чисел, и 1 для нечетных. Такой единственный характер, но ничего интересного, конечно, нам не даст. Если q равно 3, то характеров всего 2. А именно в качестве вот этого самого числа k всегда можно брать любое число от 1 до q-1. Вот здесь вот у нас для пятерки взяты 1, 2, 3, 4. Вот для тройки, соответственно, числа 1 и 2. И число омега для тройки это будет просто так, что минус 1. Потому что 3 минус 1 это 2, а корень в второй степени единицы это минус 1 на гумерной плоскости. Значит, характеров всего 2. Один из них равен 0 для всех чисел, делящихся на 3, и единицы для всех стоятых. Другой равен 0 для делящихся, единицы для чисел, которые дают остаток 1 при делении на 3, и, смотрите, минус единицы для чисел, которые дают остаток 2. Вопрос, зачем это нужно? Уже просто. Вот смотрите, на сколько остаток я? 0, 1 и 2 на тройку. Вот представьте себе, нас не интересуют те, что делятся. А здесь в одном случае это будут значения 1,1, в другом случае значения 1 минус 1. Согласитесь, что если мы это сложим, то здесь получится 0, а здесь 2. А если мы вычтем, то здесь получится 0, а здесь получится 2. Характеры – это способ вырезать нужный нам класс вычетов. Вот здесь, мне кажется, все объясняющий пример. Для пятерки я аккуратно выписал все возможные 4 характера. Омега – это первообразный корень в степени 4, потому что 5 минус 1 на 4. Проще говорить, что и. Вот значения. Может быть, легче посмотреть вот так, хотя это ровно то же самое, потому что я вместо омега везде написал и. Ну, имеется в виду, конечно, что это не просто числа, а это остаток и отделение на 5. Да? То есть бесконечная такая строчка. Итак, если число делится, то характер равен нулю. Есть характер, который равен единицы во всех числах, которые не делятся на 5. Вот. Есть, между прочим, это очень важно, это так же, как для тройки, это символы жанра. И символы жанра для простого числа это замечательный такой вот характер с номером Q-1 пополам. То есть в качестве корня из единицы вы берете омега в степени Q-1 пополам, то есть минус единицу. И, заметьте, здесь вот везде есть какие-то невещественные числа. Здесь просто все единицы со всем остатки. И вот, а здесь только единицы минус единицы. Ну, естественно, ноль для чисел, уделяющихся на 5. Вот. Сейчас мы должны понять, как характеры позволяют нам, что называется, вырезать интересующую нас часть простых чисел. Для этого есть очень простое свойство. Если вы берете любой остаток, ну, там, то есть, что остаток это деление на 5. Давайте, например, в одном тролле, да? и делаете такую штуку, вот эту строчку, делите на минус единицу, эту делите на минус 1, эту на единицу, а эту делите на 1, и складываете, то здесь, разумеется, каждый раз получили единицу, значит, получается, что 4. А вот во всех остальных столбцах вы получите нули. Это и есть способ, что называется, вырезать нужный нам столбец. Мы должны доказать такой лем, что если мы суммируем по всем характерам и А, некоторое не делящееся на Q число, то для любого числа М, для любого целого числа М, мы получаем сумму, состоящую из единиц, и, соответственно, равную Q минус А из Q, если М сравним с А по мудрю Q, и получаем ноль, если М не сравним с А. Это очень легко. Смотрите, во-первых, если М делится на Q, то все нули просто по определению, когда берешь характер, делящийся на Q числа, то получаешь ноль. И замечание у нас так должно быть. Если М сравнимо с А, то х А делится на х А. Разумеется, получается 1. Соответственно, получается Q минус. ноль. Ну и теперь, если у нас М и не делится на Q, и не сравним с А, тогда существует такое число В, которое не делится на Q, которое не сравнимо с единицей по мудрюку, и при этом А умножить на В сравним с теми. Характер заметьте, пожалуйста, от произведения ради произведения характера. Я думаю, что это поправление очень не потому что если у вас здесь какие-то два числа перемножились, то, соответственно, здесь показатели степени сложились. ну, а значит значение характера перемножились. Вот, давайте я тебе пишу, В несравнимо с единицей по мудрюку. И вот нужно доказать, что сумма чисел хикатой от В это ноль. Ну, для числа В есть вот некоторая такая степень первообразного корня. Соответственно, наш вот первообразный полин, я помню, ку-1, наша омега, взведена на эту степень, после этого будет возводиться в степени от единицы до ку-1. И очень все просто, мы омега вот в той степени А, где Ж степени А сравним с Б, ну, А не то, а, которая в задаче, какой-то там другой показатель, считаем корнем из единицы, и фактически вы должны доказать, что если у нас есть корень из единицы, причем его степень является делителем числа ку-1, то сумма обязательно 0, это известнейшее свойство корней из единицы. Если выходит на комплексные плоскости, это соответствует тому, что сумма векторов, которые идут из начала координатов к решению правильного мунику угольника равна 0, или вы можете посчитать по форму суммы геометрической прогрессии. В общем, как угодно, это очевидный факт, и это важнейший факт для доказательства теоремы Дерихле о простых числах в эфеметической прогрессии, потому что мы сейчас напишем формулу. Пишем формулу для рядов Дерихле. Смотрите, что это такое. Мы фиксируем какой-нибудь корень из единицы степени по минус один, а не кавкатой. То есть фиксируем один из характеров Дерихле. И берем сумму по всем натуральным числам характер делим на n в степени s. Здесь написано выделяющимся, потому что если выделяющимся, то все равно будут 0. Вот пример. Когда q равно 3, есть два ряда. Один из них это единицы деленные на 1 степени плюс 1 на 2 степени с плюс 1 на 4 степени с на 5 степени с и так далее. По всем делящимся на три числа. А здесь чередуются знаки. Вот вам пример для пятерки. 4 характера деревья. В качестве корня из единицы выбрано число и в качестве первообразного корня ау 05 выбрано число 2. Вот вам пожалуйста и минус 1 минус и и 1 В нижней строчке написано, что получается, если сложить все эти четыре строки. Ну соответственно, если не забыть, скажем, берем число 3 по-моему, 5 и эту строчку разделим на минус и, эту на минус 1, эту на и, а эту на 1 и все сложим, то замечательный образ, что здесь будет не так вот, не числа с корнями с единицей, по-моему, или 5, без знаменательства будут, а числа с корнями с тремя, по-моему, или 5. Ну, тоже самое, если степень. Вот. Вот те самые знаменитые ряды деревьев. И наша сейчас цель доказать, что простых чисел, сравнимых с а по модулью q, где а не делится на q, бесконечно много, рассматривая эти ряды. Итак, мы доказали уже лему, ввели понятие ряд деревьев, даже научились складывать с нужными коэффициентами эти самые религии деревьев. Видите, вот мы это делаем, да? Вот выписали пятерки и так далее. Но нас интересуют простые числа. Поэтому, к сожалению, то, что здесь написано, хорошо как иллюстрация, но не более того. Это просто было для того, чтобы вы, в принципе, поняли, что такое ряд деревьев. А интересуют нас вот эти формулы. Они у нас уже были в более простом варианте. Они у нас были для цитофункции. Вспоминайте. Вот это фактически то, что натуральное число единственным образом разлагается на простые множители. Вот такое. Потом мы логарифмируем. И помните, мы таким образом доказывали, правда не по модулю q, а просто, что ряд обратных простым числом расходятся. Так вот, сейчас. Это нам очень потребуется сейчас. Очень-очень-очень. Что, когда смотришь сумму по больше или равно двойке числом, то на самом деле она маленькая, а сам-то там рядом сходится. Так вот, теперь смотрим на правый воздух. Вспоминаем. Вот это определение того, что такое ряд деревьев. Так вот. Это же мультипликативная функция. От произведения двух правил в чисел она равна произведению функции. От каждого из этих чисел. Поэтому, как там разлагалось произведение, только здесь не по всем простым числам, а по всем простым числам, кроме числа q. Точно так же и здесь разлагается. И получается у нас такое равенство. И это равенство, точно так же, как для дзита функции, мы логарифмируем. Правда, здесь одна неприятная штука. Ведь у нас здесь комплексные числа. Поэтому в этом месте уже надо знать, что такое логарифм. Ну, на самом деле, логарифм – это функция многозначная. То есть, когда у вас на выписной плоскости есть число 1 и любое другое, то нужно найти какой-то путь. И по этому пути приинтегрируем функцию 10-10. Если вы пойдете не таким путем, а сделаете несколько оборотов вокруг начала координат и потом, то именно логарифм изменит свое значение. Вот, ребята, сейчас нас интересует логарифм, который задан… Вот та вещь логарифма, которая задана этим сходящим сериалом. Потому что при стремлении s к бесконечности все будет согласовано. Значит, значения логарифма отличаются на одну и ту же причину. Потому что, помните, e в степени 2π на единице, да? Есть 4π минус 2π и так далее. То есть, логарифмы могут отличаться на эти самые 2π. Так вот, нас сейчас интересует вес логарифма, который задан вот таким вот рядом. И, соответственно, мы вот получили, что такое логарифм ряда Дерихрея. Теперь делим каждый такой ряд на хикатые. А, напоминаю, а – это число, целое конкретное некоторое число, не делящееся на… суммируем по всем k. И у нас, например, было про это, получается такая штука. Здесь у нас взяты карты и характер Дерихрея. Вот p в степени k. И в тех местах, где а несравнимо с p в степени n, у нас будут нули. В тех местах, где сравнимо, получится число q минус 1. Ну, соответственно, здесь написано в знаменателе как раз… написано в знаменателе как раз число q минус 1, и поэтому это будет правильно. Давайте я еще раз напомню вам. Вот она здесь в высшей степени важна. Если вы суммируете вот такие величины, то получается либо 0, либо q минус 1. Вот мы для конкретного числа p в степени n. То есть вычисляем от него кадры характера Дерихрея и делим на хикадры от а. Так вот, получается либо q минус 1, если p в степени n сравнимо с а, либо 0. Значит, такое равенство мы показали. И сейчас я уже говорил, но еще раз напомню, потому что это очень важно. Сейчас смотрим вот сюда. Они давали нам сходящие, даже меньше единицы. Поэтому здесь можно убрать это самое, при степени n, потому что у нас тут величины стремящейся бесконечности. А это сумма всех, когда n больше единиц, вообще это ограничено. И здесь мы получили то, что хотели. Единица, деленная на p в степени s, где p пробегает простые числа, дающие остаток а при делении на у. Смотрим теперь на левом части. Наша цель – доказать, что в левой части при стремлении s к единице будут слагаемые все ограниченные, кроме одного. Между прочим, это даже легко понять, какого. Когда вы берете l первое, то смотрите, чему это соответствует. Это соответствует тому, что здесь никаких этих х нет, это везде единицы. Вот здесь вместо корня, вместо равняющих единицам, мы стоим числа один. Чтобы все характеры равнялись единицей. Чем тогда отличается вот эта штука от вот этого? Тем более, что один множитель, который, конечно, не может, так сказать, не изменить характер, если начинает стремиться к бесконечности или не стремиться. Значит, одну функцию, а именно, l омега в степени q-1, то есть, l-1, то есть, l-1, то есть, l-1. Мы нашли, потому что она стремится к бесконечности. Значит, на правильном порядке ее тоже стремится к бесконечности. И вот мы должны доказать, что все остальные слагаемые в этой сумме будут ограничены. Тогда, кстати, будет еще замечательно, и получится, что вот, когда мы расположим такую сумму, то, вне зависимости от а, по сути, это будет 1 q-1 от вот этого, от логарифма, l-1 от s. И, вне в том смысле, плотность одна и та же, а именно равна 1 q-1, вне зависимости от того, какой ненулевой остаток отделения на q вы взяли. Да, теперь давайте думать, значит, если нас интересует, вот, омега в кадре, не равны единицы, то есть два варианта. Либо это число минус один, это будет самый крупный вариант. Либо это комплексное число. То есть у нас вообще корни на q-1 степени из единицы, это же точки на единичной окружности. Вот есть, конечно, число один, есть число минус один, потому что q-1 у нас число чёрное, мы считаем, что q нечёрное простое число. А все другие комплексные. Значит, у меня задача теперь разбивается на 3. Для минус единицы разобраться. Что такое разобраться для минус единицы? Это же будет символы жанра. То есть фактически у нас будет работа с символами жанра. Потому что тогда характер – это как раз и есть символы жанра. И разобраться с комплексным числом. Оказывается, что с комплексным числом разобраться очень легко. Давайте это сейчас сделаем. А потом займёмся вот этим замечательным случаем L со значком минус один. Есть несколько доказательств того, что L со значком минус один будет отлично от нуля. И в результате натурального алгоритма от него не будет сделиться к минус бесконечности. И одно из них использует гауссовы суммы. Оно очень красивое. Но сначала, пусть америка все наверняка, комплексное число не равное ни единице, ни минус единице. То есть только минимая часть не равна нулю. Тогда нам помогает следующая штука. Если у нас есть число, то форме из единицы является и сопряжённое к нему. Для трёх и для пяти вот эти вот замечательные ряды. Ну, вообще для любого ку, когда вы берёте символ бежанта, а то не устроится такой вот ряд и ряд. Нужно будет доказывать, что когда вместо есть подставляющие единицы, это будет не нулю. Пока у нас более простой случай. Мы берём омега в степени К, не равное единице и минус единице. И формула, которая уже была выписана, потому что там уже места не хватило, поэтому я её написал здесь вот в кругу. Вот у нас такая формула. Она равна для любого числа а, не делящегося на ку. То есть мы с некоторыми коэффициентами, единицы делить на а, берём натуральные логарифмы рядов деревья, и у нас получается такое равенство. Так вот, давайте возьмём вместо а единицу. Тогда эти числа будут равны единице. Это какое-то положительное число. И это тоже не отрицательные числа. Ну, то есть, может быть, конечно, можно представить, что здесь вообще нет слагаемых, тогда здесь будет ноль. Хотя при помощи методов деления круга они трудно доказать, что, конечно, они будут. Но не будем сейчас про это. В любом случае, отрицательного ничего здесь нет. Значит, переходя от логарифмов к самим числам, мы получаем, что произведение, взятое по всем характерам, взятое по всем корням степени ку-1 из единицы, не меньше единицы. Так, единственный вопрос, а что такое, в принципе, взять ряд в точке 1? Ну, если омега в кадре равно единице, то это не имеет смысла. А во всех остальных случаях имеет. И имеет потому, что есть замечательная формула суммирования Абеля. Я не хочу сейчас отвлекаться на это, потому что у меня сейчас идея, скорее, показать, как все это работает. А потом, уже не для простого числа q, а для любого натурального числа, мы будем заново и при характере говорить. И, главное, объясним, почему, если вот здесь вот стоит не единица, можно считать, что функция l определена не для s большего единицы, а для всех s, на которых вещественные части больше нуля. Оказывается, что ряды будут сходиться, и их даже можно дифференцировать. Ну, пока просто поверьте и смотрите, что сейчас у нас замечательно работает. Мы знаем, как выражается l1 через zi-то функцию. Там просто zi-то функция произведения по всем простым числам, а в l1 один множитель отсутствует. Ну, соответственно, добавляем zi, это было произведение по всем простым p, единица делить на один минус p в церкви минус s. Замечательно. Пусть s у меня от единицы до двойки, тогда верно такое неравенство. Мы уже доказывали, что zi-то меньше, чем s разделить на s минус 1. Значит, функция l1 ограничена на интервале от единицы до двойки какой-то константой, не важно, что здесь некое число, не зависящее от s, разделить на s минус 1. А теперь просто-напросто вспомним формулу конечных приращений. Формула конечных приращений Лакран-Фитт-анализа. Что говорит? Что если у вас есть функция, и она оказалась равна 0, то когда вы берете число s, разность l омега степени к от s минус l то же самое омега степени к от единицы, это будет s минус 1 умножить на производную в какой-то промежуточной точке l' омега в какой-то промежуточной точке t от единицы до s. А я специально не стирал формулу. Вот здесь написан ряд. Когда у нас t больше единицы, то его можно референцировать почвенно. И у нас получается, что вот эта вот величина, l' в точке t будет не больше метрой постоянной. А теперь смотрите, в чем идея. У вас здесь есть множитель для s минус 1. И для сопряженного числа омега степени минус k будет такой же множитель s минус 1. И некоторые оценки на производную. И если умножить это еще на l1 и еще умножить на какие-то другие множители, то вы должны получить число не меньше единицы. Но такое не бывает, потому что когда s будет стремиться к единице, то у вас, смотрите, у вас здесь будет s минус 1 в первой степени. А корней у нас 2, здесь будет s минус 1 в квадрате. И это даст стремление к нулю. Неравенство о том, что произведение больше или равно единице будет нарушено. Теперь давайте все-таки аккуратно выпишем, чему же равна производная. n в степени s записываем как e в степени s логарифмов n. Дифференцируем и получается вот такая штука. Обратите внимание, здесь совершенно замечательно работает опять суммирование армии. Потому что вот эта функция замечательна тем, что ее сумма по периоду равна нулю. то есть ограничена любая частная сумма. А вот эта функция монотонно умывает, начиная с некоторого вен. Соответственно, у нас эта величина ограничена при s, думаю, больше или равна единице. Ну, просто суммирно мне нравится, когда она пишется, то это будет там видно. и все получилось. Все получилось. Просто формула конечных приращений в логарифм. Выписывается для корня и для спрежунного. Впрочем, потом, когда мы будем подробнее обсуждать эти самые функции l, то можно будет то же самое сказать, пожалуй, проще, чем я сейчас говорил про формулу конечных приращений. А именно, мы просто будем знать, что у функции l1 есть особая точка, полюс единицей на s-1, а у тех ничего такого нет. Функция l1 от s имеет простой полюс в точке s равно единице. И предположение, что l омега в карты и l омега в минус карты имеют нули в точке s равно единице, приводит к тому, что произведение будет стремиться к нулю. Потому что простой полюс и два нуля противоречат тому, что произведение больше или равно единице. Теперь начинается самая интересная часть работы. Это все бывает немножко сложная и не такая уж замечательная. А самое интересное, это понять, почему l-1 от единицы это минус. Вообще, можно обойтись без того, что я сейчас буду рассказывать. А именно, изучая l-2 как функции комплексной и переменной, можно понять, что действительно будет ненужно. Но Дирихле придумал замечательную идею. Он просто посчитал эти величины и показал, что это нет. То есть, понимаете, сейчас мы напишем явную форму. Правда, там будет разница единица по модулю 4 на наше число или минус единица. Единица или тройка на модуле 4. Но в любом случае это красиво. Итак, что мы сейчас должны сделать? Мы должны рассмотреть сумму. Уже не для трех петель, а на общем виде. Сумму. n по q, символе жанра. Разделить на n и просуммировать это по всем n больше или равным единицам. Должны доказать, что это не суммы Гаусса. Напоминаю. Для простого числа q обозначим е в степени папирки на q буквы какой-нибудь епсилон. Тогда сумма Гаусса это такая вот сумма, взятая во всем остаткам m от деления на q. Символы жанра умножить на такую вот степень числа епсилона. Мы доказывали, что g от единицы, если здесь поставить, это корень из q, если q сравнимо с единицей по модуле 4, и корней из q, если q сравнимо с тремя. И смотрите, что это означает. Мы можем, пользуясь одним из свойств сумм Гаусса, выразить символ дежанра вот так вот. Как сумма Гаусса, вычисленная для числа n, деленная на сумму, вычисленную для единицы. Заменяем символ n по q по вот этой форме. Сумма по всем n не меньше единицы, по m от 0 до q минус 1. Единица, деленная на сумму Гаусса, мы знаем ее значение, поэтому можем прямо так описать. А дальше, смотрите, что у нас есть. Символ m по q умножить на епсилон в степени mn и разделить на n. Казалось бы, легче не стало, потому что символ дежандра никуда не исчез. Но мы можем поменять местами порядок суммирования. И тогда, смотрите, что у нас получается. m меткофиксированное число, и это же просто-напросто разложение логарифма. Значит, я сейчас могу написать там соответствующий логарифм. Это сумма, это минус логарифм единица минус f в степени. Это мы сегодня обсуждали, как логарифм делается в ряду. И значит, мы должны просто посмотреть на картинку и понять, чему же равен сам логарифм. Смотрите, минус, одна жета, я все переписал, символ переписал. Откуда это взялось? Это логарифм длины вот этого отрезка. У нас здесь отрезок длины один, отрезок длины один. А это, разумеется, два синуса π разделить на q. Просто потому, что мы знаем, чему равен этот угол. Аргумент. Тоже понятно. Сумма углов треугольника – это π. Значит, надо вычесть вот этот угол, разделить на 2. И еще взять с минусом, потому что направлено не туда. Вот, замечательно. Теперь нужно просумировать. Здесь уже надо отдельно разбирать случаи. 3,4 и 1,4. Если число q дает остаток 3 при делении на 4, то, золите просто, l – это число вещественное. Поэтому вот здесь вот у нас состоит и корни из q, это число g. И значит, вещественные вот эти вот слагаемые можно выбрасывать. Они все равно должны как-то поуничтожать друга. И остаются только вот такие слагаемые. Причем, вот здесь π пополам и… Представляете, что здесь символы лежантора. Сумма значений символа лежантора по всему периоду – это множество. Поэтому π пополам тоже можно отбросить. Вот что у нас получается. И, m, π делить на q умножить на символы лежантора. И здесь минус единица делить на единицу. Ну, как видите, замечательным образом у нас π сокращается. и мы получаем неожиданную формулу. Оказывается, надо взять π, разделить на q корней из q и взять сумму, m умножить на символ m по q. Сумма при этом берется по всему периоду. m пробегает значение до единицы до q минус единица. Почему это не ноль? А потому что сумма m умножить на m по q имеет ту же самую четность, что просто сумма чисел m. Потому что символы лежантора – это плюс или минус единица. А когда мы найдем сумму всех таких вот чисел m, это будет q минус 1 умножить на q пополам. Напоминаю, q сравнил с тремя по модуле 4, поэтому это число нечетное. У нас здесь вот стоит нечетное число. Так я минус забыл написать, естественно. Что очень забавно, это число еще и отрицательное. То есть вот этот минус должен быть скомпенсирован. И я не умею доказывать, что вот такая сумма является отрицательным числом. То есть понимаете, мы знаем, что l от единицы больше или равно нуля. Просто иначе были бы проблемы по теореме про выжуточного значения. Но такое вот выражение сумма чисел m умножить на символы лежантора m по q должно быть отрицательным и непонятно почему. Давайте посмотрим, как это выглядит для тройки. Вот мы выписывали здесь вариант для трех. Какая же получается величина? Пи, понятно. Три корни из трех, понятно. Здесь будет два слагаемых. Единица минус два. Вот. Вы понимаете, из наших вычислений получили значение, ну вот этот минус уже там был, скомпенсирует этот. Получили ответ. Пи разделить на три корня из трех. Вот эта вот величина. Когда s равно единице. Когда s равно единице. 1 минус 1 2 плюс 4 минус 1 5 плюс 1 7 минус 1 8 и так далее. Оказывается, это пи разделить на три корня из трех. Можно чуть-чуть по другому это все рассказать. И тогда получится ответ, при котором тоже будет понятно, что он не ноль, но видит его немножко другой. Дерекляй придумал вот еще такой способ. Вычисления очень похожи на то, что у нас только что было. Но ответ, заметьте, получил ответ, который мы уже получили, вот такой. А сейчас ответ такой. И, между прочим, тоже, извините, берется символ далижанта, суммироваться по всем m от единицы до минус 1 пополам. Вот то, что это сумма нечетная, это, конечно, замечательно. Потому что куска минус 3 по 0 и 4, значит, это не ноль. А вот то, что это положительное число, не очевидно. Ну вот, тем не менее, получается, что это обязательно положительное число. Так, давайте посмотрим этот способ числений. Смотрите, это эллиновское произведение. Просто записываем отдельно множители соответствующие двойки, отдельно множители соответствующие всем другим простым числам. Заменяем символ далижанта, как g от n разделить на g. Дальше, вот просто записываем аккуратно, что такое g от n. Меняем порядок суммирования, то есть сумма по n, а здесь по n. И здесь важно, n нечетная. Но, если мы посмотрим на натуральный логарифм 1 минус ε и натуральный логарифм 1 плюс ε, то как раз, когда вы возьмете разность, у нас получится то, что нужно, сумма по ничетным. Ну и пополам их не забыть поделить. И минус, потому что, вы помните, там, это был логарифм единицы. Теперь вопрос, как понять, что это такое? А, например, у нас есть единичная окружность. Там где-то расположено число ε в степени m, где-то единица, где-то единица. И, смотрите, что такое единица минус ε в степени m. Это вот такой вектор. А что такое единица плюс ε в степени m? Мы можем посмотреть вот так. Вот это минус ε в степени m. И, значит, единица плюс – это вот такой вектор. Замечательно. Когда мы делим этот на этот, известная теорема 90 градусов, угол опирающийся диаметром. Значит, мы понимаем разность аргументов. А модули можно вообще не смотреть, потому что мы знаем, что ответ должен получиться вещественный. Замечательно. Вот, смотрите, здесь число то самое и π разделить на 4. Потому что вот здесь была одна вторая. Вот. Откуда берется вот это? Очень просто. Если у нас ε в степени m окажется с другой стороны, вот не выше оси, на всеса ниже, то будет не π, а минус, а π, а разность аргументов. Ну, замечательно. Теперь смотрим сюда. И корней из π – это, понятно, это значение гауссовой суммы. А как мы преобразовали вот это? Очевидно. Мы знаем, что сумма всех символов лежандра – это просто-напросто ноль. Поэтому, если вот эту сумму обозначить какую-нибудь умную а, то та, что почитается – это, на самом деле, минус а. Вот вся сумма должна быть ноль. Получается 2а. Ну, эта двойка, она как раз ушла, смотрите, вот это 4, вот здесь, в знаменателе, а здесь, наоборот, два в знаменателе, значит. Ну, и вот эта двойка – это никакой четверки тоже у нас нет. Ну вот. Согласитесь? Ну, согласитесь? Симпатичный ответ. Давайте проверим для q равного 3. Что у нас получается? 2 по 3 – это минус 1. Значит, будет π. Разделить на 3 корня из 3. И здесь у нас будет единица. Да. Такой ответ у нас уже получился. Отлично. Теперь нужно рассмотреть случай q сравнимо с единицей по модулю 4. Пусть теперь q сравнимо с единицей по модулю 4. Тогда галочная сумма будет равна помнишь. И, соответственно, вот это будет неинтересно, потому что это число мимое. А выражение будет равно вот этому. минус 1 делить на корень из q. Сумма. Смотрите, какая сумма. нам нужно взять со знаком плюс вот эти числа. Синус πm делить на q. если м – это квадратичный вычет. И вычесть из этого сумму, такой уже логарифм, в общем, все замечательно, где не вычет. Что же это такое? Ну, двойки, поскольку вычетов и не вычетов к органам, вот эти вот, конечно, уничтожаются. Вот. И у нас фактически, именно, получится вот такая штука. Когда вы запишите логарифм как алгоритм одного числа, то получится логарифм дроби, в которой в числителе стоит произведение синусов m разделить на q, где m – это квадратичный вычет. А в знаменателе произведение таких же синусов, где m – это не вычет. И мы с вами должны доказать, что вот этот вот логарифм неравенную люб, другими словами, что это не единица. Что это не единица. А Дерекрея сумел доказать этот факт, воспользовавшись многочленами деления круга. Точнее, к этому моменту Гаусс уже эту теорему доказывал. Между прочим, что она означает геометрически. Если мы берем правильный поугольник и отметим числа, соответствующие вычетам и числа, соответствующие не вычетам, то получается, что произведение расстояния от точек от числа 1 до точек вида эпсилон в степени квадрата, где а пробегает от единицы до ку-минус 1. Вот произведение таких расстояний не равно произведению расстояний от точки 1 до остальных. Это вот такой замечательный факт у многочленов деления круга. Мы его сейчас докажем. И на этом доказательство теоремы Дерекрея о простых числах в арифметической прогрессии. Поднимаем. Есть ли разность прогрессии простое число? И заметьте, это доказательство совершенно непонятно, как обобщать. Потому что прием, во-первых, для уравного единиц, по-моему, для четыре мы еще не сделали, для тройки сделали двумя способами, но как-то каждый раз уникнет ощущение фокуса. Все непросто. Но, тем не менее, давайте мы сейчас все-таки разберем, что придумалось по этому поводу. И на этом вот этот кусок работы с теоремой Дерекрея у нас закончится. Дело свелось к тому, что произведение синусов πm делить на q не равно произведению синусов πm делить на q, где в одном случае мы берем произведение по всем квадратичным вычетам, а в другом случае по квадратичным невычетам. Давайте поймем, что такое синус πm разделить на q. Если рассмотреть угол 2πm разделить на q, такой вот равнобедренный треугольник с таким углом при вершине, и сторона этого треугольника будет равна единице, то вы обнаруживаете, что вот синус πm делить на q – это половина его основания. поэтому мы должны рассмотреть такие два многочлена. Произведение х минус dz в степени m, взятое по всем квадратичным вычетам, обозначим буквой f. А аналогичное произведение, взятое по всем квадратичным невычетам, обозначим буквой g. Так вот, равенство, точнее неравенство, которое мы должны доказать – это то, что f от единицы не равно g от единицы. Заметьте, пожалуйста, f умножить на g – это в точности многочлен деления круга. А здесь все совсем просто. Многочлены f и g довольно естественным образом связаны друг с другом. Смотрите, если вы замените dz на dz в степени квадратичный вычет, то в таком случае f перейдет в f, а g перейдет в g. А если вы замените dz на dz в степени квадратичные невычет, то они меняются местами. Поэтому разумно рассмотреть такие два числа. α – это сумма dz в степени, взятая по всем квадратичным вычетам. β – это такая сумма, взятая по всем квадратичным невычетам. И смотрите, что происходит, когда вы заменяете dz на dz в какой-то степени. То есть, это степень квадратичный вычет. То в таком случае α переходит в α, β – это в b. А если не вычет, то α и β меняются местами. Значит, многочлен f представим в виде α умножить на целые коэффициенты. И многочлен g ставим наоборот. α умножить на b и β умножить на а. Осталось совсем чуть-чуть вычислить значения α и β. 1 – это один из корней. И α и β в сумме – это все корни β степени из единицы, все b штук. Значит, это 0. α – β – это сумма Гаусса. Эту систему решить легко. Просто складываем, получается α – это корень из q минус 1 пополам. А β – это, наоборот, минус корень из q минус 1 пополам. Мы знаем значение α и β. Теперь давайте подставим их в формулу для f и, естественно, тоже в формулу для g. Получится такая штука. f – это одна вторая от минус а минус b, то есть корень из q а минус b. Так, а что такое g? То же самое, только а и b поменяем с местами. Одна вторая от минус а минус b плюс q минус q умножить на b минус а. Давайте для краткости обозначим минус а минус b как в этой буквы. В этой буквы y, а а минус b – это буквы. Тогда смотрите, что у нас здесь получится. f – это будет y плюс z корней из q пополам. Где y и z – целые числа. g – это будет y минус z корней из q пополам. Нас все это интересует, когда x равно единице. Значит, вот там получается q, а здесь получается y квадрат минус qz квадрат. Так, это 4 q. Мы получили уравнение на числа y и z, на целые числа y и z. Заметьте, пожалуйста. Для того, чтобы f равнялся g, нужно, чтобы z равнялся 0. Но если z равно 0, то y квадрат равно числу 4 q. q – простое число, а такого не бывает. y квадрат не равно 4 q. На этом доказательство теоремы для простого числа, дающего остаток 1 пределения на 4, закончено.